Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы хотим вам представить небольшой курс лекций о работе нашей клиники. Начнем мы с первой лекции «Иммунотерапия рака. Новая стратегия искусственного онкоиммунного протезирования». Лекция будет состоять из трех частей, в которых мы поговорим о том, что такое рак, какие существуют подходы иммунотерапевтические к лечению, и что нового предлагаем мы, и чем это отличается от того, что существует. Итак, что же такое рак, его происхождение и современные стандарты лечения рака. Актуальность проблемы настолько высока, что об этом, наверное, знает сегодня каждый. Каждый год 14 миллионов человек заболевают раком во всем мире. И умирают от него, по разным данным, 8 или 10 миллионов человек ежегодно. Рост онкологических заболеваний является одной из наиболее значимых, актуальных проблем всей современной медицины. В России рак ежегодно уносит 300 тысяч пациентов, заболевают около 450 тысяч новых онкологических больных. Сейчас на учете в России состоит 2,5 миллиона россиян. По статистике, пятилетняя выживаемость больных во Франции составляет 57,9%. В США составляет 62% среди мужчин и 63,5% среди женщин. В России показатели гораздо печальнее, всего 43% выживают. Самый низкий показатель в Европе. И считается, что это связано с запоздалой диагностикой, лечением устаревшими препаратами. Причин достаточно много. Но проблема, наверное, не в этом. И мы к этому вернемся и поговорим. Итак, что же такое рак? Рак – это генетическое заболевание ядра стволовой клетки. По крайней мере, так сформулировано впервые в 2004 году в руководстве для врачей по канцерогенезу формулировка заболевания. То есть, раньше предполагалось, что воздействие различных неблагоприятных факторов организма, всевозможные мутации, которые происходили в клетке, ее меняли, и она становилась опухлевой. Сегодня мы говорим, что это не так. Рак не может произойти из любой клетки. Как правило, рак происходит вследствие 4-6 мутаций, которые происходят именно в тканеспецифичной стволовой клетке. То есть, клетке, из которой получаются определенные органы и ткани. То есть, все потомки раковых клеток – это потомки одной опухлевой стволовой клетки, которая сформировалась из тканеспецифичной стволовой клетки органа или ткани человека. Поэтому в 2001 году группа американских ученых под руководством профессора Вейсмана опубликовала в журнале Nature статью, в которой они показали, что вот как из стволовой клетки формируются опухлевые стволовые клетки. Сегодня мы можем выделить почти при каждом нозологии рака, выделить опухлевую стволовую клетку, потому что существуют и доказаны маркеры определенной опухлевой поверхности, которыми мы можем, собственно, и определить их. Современные методы диагностики позволяют найти эту опухолевую стволовую клетку, диагностировать ее и, соответственно, даже выделить. Сегодня, в принципе, подтвердилось все, что было известно раньше, что именно в опухолевой стволовой клетке и в потомках ее, в опухолевых клетках, достаточно неустойчивость, достаточно хромосомы находятся в очень неустойчивом состоянии. Это происходит из-за анеоплодии. Анеоплодии – это появление дополнительных хромосом или отсутствие этих хромосом. И накопление мутаций в генах приводит именно к нестабильности этих генов. Американский ученый Питер Дьюсберг в 2011 году опубликовал свою теорию, в которой он сказал, что канцерогенез, то есть развитие рака, это одна из форм видообразования. Он считает, что это один из путей эволюции разных видов. Сделал он это на примере исследования хромосом. Вот вы видите здесь его иллюстрации. 22 хромосомы плюс 2 половые хромосомы. И посмотрите рядом, что происходит с раком. То есть появляются дополнительные хромосомы, появляются дополнительные изменения. И он говорит, что существует нормальный кариотип, то есть нормальное состояние хромосом. Появляется пренеопластический кариотип, то есть нестабильность. Появляются эти анеоплодии дополнительные. И вот мы видим, как они появляются. И формируется стабильный новый вид. То есть формируется новый вид, новая опухоль. Мы полностью разделяем эту точку зрения, потому что мы доказали эту же теорию на исследовании картирования белков, выделяя опухолевые столовые клетки и тканеспецифические столовые клетки. Более детально для ученых, это можно ознакомиться вот в этой работе, называется она клиническая онкопротеомика, протеом основанная персонализированная противоопухолевая клеточная терапия, где вы сможете посмотреть более детально суть. Для других людей я просто скажу, в чем принцип. Изучая и картируя опухолевые клетки и сравнивая протеомы, то есть белковые составы этих клеток и опухолевых столовых клеток, мы увидели одну потрясающую вещь. Оказалось, что большая часть клеток, например, при мультиформной глиобластоме, практически 65% клеток это белки не нашего вида. Онкологи их называют онкоспецифичными белками. Но я еще раз говорю, это белки не нашего вида. Соответственно, регуляторных механизмов для управления этими белками не существует в нашей клетке. Сравнивая их между собой, мы сказали, что существует очень небольшая группа белков, которые и остались. Для нас это очень важно, и к этому мы вернемся при создании препарата, который мы предлагаем для использования. В итоге мы говорим, что то бытующее представление, что опухолевые клетки это клетки нашего организма, оно немножко ошибочно. Потому что на самом деле это паразит, и этот паразит убивает организм. И поэтому естественная ситуация, которая сегодня встает, это нужно четко понимать, что опухоль, она все-таки является инородным объектом в нашем организме. И мы попытаемся дальше сказать, что с этим можно сделать. Мы проанализировали все существующие стратегии. Вот на этом слайде мы четко показываем, что мы попытались собрать все, все, что известно в мире сегодня о лечении рака. Начиная от эмпирических стратегий, травы, кровоопускания, яды, вакцинационные стратегии, ампутационные стратегии, до самых последних молекулярно нацеленных, таргетных воздействий на опухолевые клетки. И то, что обращают внимание, что все пытаются убить эти клетки. То есть все методы направлены на тотальное уничтожение опухолевой клетки. До основания, а затем. И эта философия, она во всем. Сама методология говорит, циторедуктивный подход, хирургия, удалить, выбросить. Цитотоксический подход, отравить и уничтожить. Цитостатический подход, облучить радиацию и разрушить. То есть опять та же самая идеология уничтожения. И естественно мы задаем вопрос, ну хорошо, но опухоль же формируется из опухолево-стволовой клетки. На что онкологи всего мира говорят, не вопрос, будем уничтожать. И сегодня пытаются отработать протоколы уничтожения опухолево-стволовой клетки. Ну, наверное, отчасти это правильно. Да, паразит, надо уничтожить, но это нарушает какие-то системные биологические процессы. Мы четко понимаем, что опухолево-стволовая клетка это одна из форм существования жизни. Мы потому и выжили, что наши стволовые клетки невозможно убить радиацией, невозможно разрушить. Они все равно попытаются выжить. Они адаптируются, они приспособятся, они смогут абсолютно нормально выживать. И именно в этом, по-видимому, и заключается то, что мы не можем научиться лечить рак. Существующие современные мировые стандарты. Вот посмотрим их на стандарте лечения мультиформной глиобластомы. Ну, почему я обращаюсь к этому, потому что я неплохо знаю эту область. Я могу сказать, что вот есть стандарт. Первое, хирургическое удаление, максимально возможное. Второе, проведение химиотерапии, первоначальной химиотерапии, после этого облучения. Как правило, опухоль продолжает расти. Тогда пытаются еще раз проперировать, если возможно. Снова предлагается лучевая химиотерапия, но, как правило, уже ресурса нет. Химиотерапию предлагают дальше, больному хуже. Как правило, в дальнейшем говорят, если отмечается продолженный лот, ну, извините, помочь уже вам не можем. К сожалению, остается только хоспис, мы помочь не можем. Вот он вам, современный стандарт лечения мультиформы для областом. И неудивительно, что за последние 100 лет, медианная наживая на стереки больных не увеличилась даже на неделю. То есть она, как и была, 8-12 месяцев, так и никуда не ушла. Метастаза в головной мозг, опухоль – это приговор, 6-8 месяцев и человек должен умереть. Казалось бы, огромное количество институтов, которые должны работать и делать, а мы ничего не можем сделать. Почему не получается? Почему мы не можем идти дальше? Как научиться лечить рак? Вот это будет вторая часть нашей лекции. Почему иммунотерапия, которую мы предлагаем использовать, сегодня числится как экспериментальное лечение, хотя оно может быть единственным лечением, которое остается у больного для дальнейшего лечения. Почему уклоняется опухолево-стововая клетка от нашего лечения? Вот об этом мы поговорим дальше. Продолжение следует...